В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета наградил лучших сотрудников филиала Центра гигиены и эпидемиологии Московской области. Я хочу вас всех поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в нашу территорию. Молодежный проект «Поколение НЭКС» номинирован на премию «Наше Подмосковье». Для нас каждый проект особенный, и чем больше, тем лучше. Поселок Володарского отметил свой день рождения. Я люблю свой поселок. К 90-летию района краевед Алексей Плотников выпустил книгу «Санитарная служба из прошлого в будущее», которую посвятил истории создания организации в России и деятельности СЭС Ленинского района. В преддверии праздника глава муниципалитета Валерий Венцель познакомился с работой санитарной службы поближе и вручил лучшим сотрудникам юбилейной медали. Побывала в секретных лабораториях организации и наша съемочная группа. В филиале Центра гигиены и эпидемиологии Московской области трудится 108 человек, среди которых три кандидата наук. Одно здание находится в Подольске, второе – в Видном на улице Новой. Последнее в преддверии 90-летия муниципалитета и Московской области посетил Валерий Венцель. Небольшую экскурсию для него провели руководитель филиала, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Касьянов и его сотрудники. Это средоварка, которая готовит питательные среды. То есть они разливаются, хранятся. Это получается тоже чистая зона. Здесь же готовятся укладки для выезда проб, и здесь же стоят укладки, если у нас ситуация ГО. Кроме нашего муниципалитета, филиал обслуживает также городские округа Домодетова и Ступина. Наша задача – это, в общем-то, обеспечение проведения лабораторных исследований. Это первая задача, для чего у нас существует несколько лабораторий. Это лаборатория микробиологических исследований, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, паразитологические исследования, лаборатория для, так сказать, замеров ионизирующего и неонизирующего излучения. В ВИДНОВСКСС функционирует уникальная вирусологическая лаборатория. Таких в Московской области всего три. За прошлый год филиал провел почти 286 тысяч исследований. Также организация делает различные экспертизы и консультирует жителей по вопросам, касающимся санитарной обстановки и защиты прав потребителей. Проводит проверку воды и продуктов питания, замеры уровня шума и анализ воздуха. Помогаем людям составлять различного вида запросы в суд. И, так сказать, помогаем людям, если они купили некачественный товар, значит, соответственно, мы с нашей помощью, они обжалуют эти вот действия и, так сказать, решают вопрос о замене некачественного товара. Но работа сотрудников, конечно, не ограничивается лабораторией. Помощник санитарного врача Людмила Лучина большую часть времени проводит на выездах. Она замеряет шум и электромагнитное излучение от пролетающих самолетов, а ее коллеги параллельно исследуют качество воздуха. Людмила в профессии уже 14 лет. Говорит, работа сложная, но интересная. В неделю получается около 40 выездов. И бывают также, конечно, и ночные выезды, потому что нужно подтверждать наши данные. Ну, где-то около 10 в ночь. Людмиле Лучиной, а также еще четырем сотрудникам СЭС, глава муниципалитета вручил памятные медали в честь грядущего 90-летия района и Московской области. Ваша работа, она, как никогда, она важна, почетна, поэтому я хочу вас всех поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в нашу территорию. Мы со своей стороны, как орган местного самоуправления, Владимир Ильич, готовы оказывать содействие, готовы помогать в инвестиционных вопросах. А главный врач СЭС Владимир Касьянов презентовал книгу, написанную известным краеведом Алексеем Плотниковым, об истории создания санитарной службы в России и деятельности СЭС в Ленинском районе. Здесь сказано, здесь отмечены люди, которые давно работают, ветераны, истории. Ну и, естественно, здесь посвящено тем людям, которые в настоящее время работают. Сейчас Видновская СЭС занимается аккредитацией на проведение токсикологических исследований. Уже закуплено новое оборудование, которое позволит проверить наличие вредных выделений, мебель, детские игрушки, посуду, текстиль, технику и другие предметы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 2 августа во всем мире празднуется день рождения почтового ящика. Впервые они появились на улицах Лондона в 1858 году. Министерство социального развития Московской области решило своеобразно отметить этот праздник. В муниципальных представительствах ведомства в эти дни проходит необычная акция. Теперь в одном из кабинетов Ленинского управления социальной защиты висит почтовый ящик. Правда, не совсем обычный, о чем говорит надпись на нем. Любой, кто приходит сюда за консультацией или получением документов, может оставить свои пожелания, жалобы или предложения, касающиеся работы учреждения. Нам интересно получать обратную связь от граждан, которые к нам приходят. С целью, конечно, в первую очередь понимать, что нужно еще сделать, чтобы улучшить качество предоставления услуг. Ну и просто довести до граждан, что любое обращение, оно будет рассмотрено. Рассмотрено в максимально короткие сроки и всегда гражданин получит на него ответ. Почтальоном работает лично заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты Андрей Миков. Несколько раз в день он достает обращение жителей. В этот раз две благодарности и одна просьба о помощи. Каждое это письмо, оно будет рассматриваться даже не здесь. Мы на самом деле все эти письма переуправим вышестоящим руководством министерства. И они уже будут давать оценку нашей работе, будут рассматривать предложения, благодарности или жалобы. Безусловно, такая связь особенно подойдет людям старшего поколения, мало знакомым с интернетом. В целом же способов связаться с представителями ведомства предостаточно. Развестить свое обращение можно как на сайте нашего управления, на сайте Министерства социального развития. Подобные странички есть на сайте всех наших подведомственных учреждений. И мы всегда ждем информацию от граждан и хотим, чтобы наши услуги предоставлялись качественно, в полной мере, в срок. Первоначально планировалось, что акция продлится не больше недели. Но уже сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы ящик функционировал на постоянной основе. Молодежный проект поколения «Некст» активно действует в поселке Развилка. Его главная задача – разнообразить досуг местных жителей. В этом году проект номинирован на премию «Наша Подмосковья». Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Цель проекта «Поколение «Некст»» заключается в объединении молодежи Развилки в команду единомышленников, которые организуют разные мероприятия как для себя, так и для самых маленьких жителей поселка. Тем самым перспективный проект оправдывает свое незаурядное название. Детская площадка в самом центре поселка Развилка – постоянное место проведения мероприятий проекта «Поколение «Некст». Автор проекта Екатерина Бородина направила его на соискание премии «Наша Подмосковья». Создать проект – дело одно, а сделать так, чтобы он достойно реализовался, куда сложнее. Екатерина Бородина отлично справляется с ролью наставника, хотя сама ненамного старше своих товарищей. Говорит, за время действия «Поколение «Некст»» вместе с командой она провела множество мероприятий. Больше сотни проектов было уже реализовано на данный момент. Ну, так, мелких, крупных, понятно, мы все считаем. Для нас каждый проект особенный. И чем больше, тем лучше. Чем дольше будут приходить новые люди, мы будем передавать им бразды правления, и дальше будем существовать. Программа проекта весьма обширна. Ребята организовывали детские мероприятия, встречи с интересными, как правило, творческими людьми, а взамен получали, пожалуй, самое важное – искренние отклики и даже известность среди местных жителей. До сих пор, когда я иду по улице, нас узнают, здороваются, и все счастливы. Проект активно поддерживает библиотека поселка. Многие мероприятия проходят на ее базе. Дружная команда «Поколение «Некст»» проводит здесь свои собрания, обсуждая детали каждого мероприятия в непринужденной обстановке. Заведующая учреждением Ольга Колыванова отмечает успешность взаимовыгодного сотрудничества. Наши мероприятия стали креативнее, наши мероприятия стали интересными. Пошел приток людей на наши мероприятия. У нас увеличилась посещаемость мероприятий на 15%. Это достаточно много для сельской библиотеки. Команда «Поколение «Некст»» смогла оживить и разнообразить досуг молодежи поселка. Коллектив планирует развивать проекты дальше в планах создания театральной студии и молодежного клуба. Победа в премии «Наши Подмосковья» поможет в воплощении новых и полезных идей. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. 31 июля отмечается один из необычных праздников, но который позволяет вспомнить о приятном – День любимой книжки. Согласитесь, у каждого человека, влюбленного в чтение, есть такая единственная книга, которая навсегда запала в сердце. Наш корреспондент Татьяна Брылова отправилась в библиотеку. У ее сотрудников и читателей уж точно есть любимые книги. Быть ближе к книгам нам помогает библиотека. Поэтому в День, который призывает вспоминать свои любимые книги, мы отправились в Центральную библиотеку и решили узнать, а какие книги считают любимыми ее сотрудники и читатели. Первое, что мне приходит, наверное, Джек Лондон, Мартин, одна из таких знаковых книг вообще в литературе, в зарубежной литературе в частности, которая произвела на меня большие впечатления своими эмоциями. Своими переживаниями и вообще историей. Вермонтов – герой нашего времени. Может, потому что я выросла на Кавказе, горы, его сомнения, поиск метания, поиск правильности. Ну, в своей жизни не знаю, как сказать. Вот мне очень нравится. Я часто думаю, что если бы меня отправили на необитаемый отцеп, спрашивают, какую книгу. Герой нашего времени. Обожаю. Любимая книжка – это Архимандрита Тихона «Не святые святые». Это моя первая книжка, которая мне очень понравилась. Ее почитала с удовольствием. И также прочитала эту книжку «Моя мама». И также у нее есть любимая книжка. Я недавно только почитала, обратила на нее внимание. Если помните советский фильм «Ко мне Мухтар», в котором снимался Юрий Никулин. Я эту книжку прочитала с удовольствием. Вообще, я очень любила в детстве четвертую высоту. Елена Ильиной книга, да, очень. Судьба девушки Гули Королевой меня очень потрясла во втором классе. Да, я ее обожала. Васек Трубачев и его команда. Почему она любила? А, не его товарищи. Потому что очень интересно и хорошо описывается. Сам Васек, он такой добрый, товарищи хорошие. И еще вот Тимур и его команда. Тоже добрый. Но ведь она не современная, эта книжка. Ну и что? Она советская. Мне вообще нравится все советское. Давайте я вам покажу. Давайте. Давайте. Посмотрим. Вот. Вот. Перепрачет. Всем советую. Очень интересно. У него много, у него целый мир, волшебный мир. Одна из любимых книг моих, так, это Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну, раз, два, три я ее точно перечитывала. У меня, наверное, нет любимой книги, потому что я чересчур много читаю. Поэтому я не могу ее одну назвать никакую. Каждое лето перечитываю книгу Дмитрия Быкова «Остромов» или «Ученик чародей». И она меня заряжает на ожидании чудес в жизни. Хотя она плохо кончается, но все равно почему-то после нее ожидаются всякие чудеса. Так как сегодня день любимых книжек, к нам приходил детский сад, которые вспоминали свои любимые книжки, рассказывали о своих любимых книжках. И вот у нас такое вот есть дерево, книжное дерево, так сказать. И вот они здесь в сердечках рисовали своих любимых героев, писали названия своих любимых сказок. Конечно, у многих любимая книга не одна, а несколько. И у меня, кстати, тоже. Одна из них – «Тургенев. Отцы и дети». Я ее перечитывала трижды и каждый раз воспринимала по-другому. Интересно, а какие книги в библиотеке пользуются наибольшей популярностью в наши дни? У нас есть даже специальная тетрадка, в которой мы записываем желающих прочитать определенные книги. Сейчас у нас фаворит – это молодой писатель, российский молодой писатель Гузель Яхина. А очередь на ее два бестселлера – это «Зулиха открывает глаза» и «Дети мои». Какова же очередь? Какова очередь? Ну, порядка, наверное, десяти человек. Я уверена, что пока вы смотрели этот сюжет, то вспоминали свои любимые книги. Придите в библиотеку, найдите их и перечитайте еще раз. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Старейший в нашем муниципалитете поселок Володарского отметил свой день рождения. В честь этого праздника прошел концерт, который посетили почетные гости и, конечно, местные жители. Побывала здесь и наша съемочная группа. Целых 568 лет минуло с тех пор, как на живописном берегу реки Пахра появилось селение Ладыгина. С тех пор сменилось несколько названий, и сейчас это место известно как поселок Володарского. Через дня его основания состоялся праздничный концерт, который открылся исполнением неофициального гимна Володарки. В течение праздничного вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили володарцев. Яркие номера представили фолк-группа «Млада», студия вокального мастерства «Миллениум» и хореографический ансамбль «Надежда». Этот коллектив своими победами на всероссийских конкурсах уже давно прославляет поселок Володарского по всей стране. Прозвучало и много теплых, искренних слов. Поздравить жителей приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Самое главное, что здесь живут абсолютно небезразличные люди. Поселок растет. Мы понимаем, что поселок благоукрашается. И именно руками небезразличных людей он становится с каждым годом красивее. Впрочем, день рождения – это не только веселый праздник и прекрасное настроение, но и подходящий момент, чтобы строить планы. Многодетная семья Мальцевых живет в поселке Володарского уже 8 лет. Светлана и Семен поделились с нами своей сокровенной мечтой. Мы планируем на самом деле пятого ребенка, потому что семья – это семья. А у нас пока шестеро, поэтому мы планируем седьмого, и Володарка, она способствует этому. Это безопасное место для деток и для нас, и для нашей семьи. В этот вечер своих чувств к малой родине признавались все. Судьба Марины Цветковой навсегда переплелась с Володаркой. Здесь женщина родилась, тут живут ее дети и внуки. Замечательный поселок. Отсюда уезжать не хочется. Тут Москва совсем рядом, никогда не пришла в нем? Нет, нет. У меня муж с Москвы, но живем мы здесь. Поэтому здесь все условия. Я люблю свой поселок. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин